Доброе утро. Это Разница во времени. Короткие чайные новости от ttips.ru 21 апреля в Великобритании отмечался National Tea Day – Национальный День Чая. Ну, вернее, как отмечался? Скорее, прошел. Никакой особо интересной движухи в этом году наши английские чайные братья не устроили. И по сравнению с той же Afternoon Tea Week неделей после обеденного чая британский Национальный День Чая выглядел совсем уж скромно. Я не знаю точно, когда его придумали, этот праздник, но предполагаю, что в 2015 или 2016 году. К 2019 году он более или менее раскочегарился. Его заглавным мероприятием стал чайный уличный фестиваль. Ну, ти как чай. По формату очень похожий на московский фестиваль «Чашка». Ну, то есть он был скорее ориентирован не на последовательных ценителей чая или чайных специалистов, а на разные околочайные немудреные развлечения для досужей городской публики с образовательными и ярмарочными элементами. Этот фестиваль, как и многую другую аналогичную чайную движуху, подрубил ковид. Ну, и сейчас, стало быть, Национальный Британский День Чая превратился всего лишь в повод для журналистов написать что-либо на чайную тему. Причем тоже не особо напрягаясь. Халявщики из Миррор, например, просто проанализировали популярные чайные поисковые запросы и пришли к выводу, что Yorkshire Tea – это самый популярный чайный бренд в Великобритании, что что-либо узнать в интернете про вкус зеленого чая британцы хотят чаще, чем про вкус черного чая, что чаще всего информацию о чае ищут в Бирмингеме и что самым популярным печеньем для макания в чай является Лотус Бисков. Никак не могу прокомментировать Бирмингем и печенье, а вот про зеленый чай и про Yorkshire Tea пару слов сказать могу. Популярность в поиске зеленого чая вполне объяснима. Если все очень сильно упрощать, то люди формулируют запрос как-то типа «Каким должен быть на вкус зеленый чай?», подразумевая при этом что-то типа «Должен ли быть зеленый чай таким странным на вкус?» или «Это мне так не повезло?». Надо признать, что для усредненного британского чайного вкуса, черного, сладкого и с молоком, зеленый чай, особенно массового уровня, штука довольно непривычная. Ну а с Yorkshire Tea все просто. У него, во-первых, реклама прикольная. И он, во-вторых, действительно неплох для своего уровня. Я эпизодически мониторю британские массовые чайные бренды. Последний раз делал это пару месяцев назад, и среди всех опробованных чаев из британских супермаркетов Yorkshire Tea был самым приличным. Как сам по себе, так и с молоком и сахаром. Вы, возможно, помните, что пару недель назад в Беларуси запретили продавать продукцию российской компании Ореме. Местные санитарные органы обнаружили в чае этого производителя немного ненужной там микробиологии. Так вот, буквально пару дней назад белорусский Минздрав отменил запрет, убедившись в том, что с производством чая и контролем его качества у Ореме все в порядке. Но жизнь не стоит на месте, и если где-то что-то чайное разрешают, то где-то что-то чайное должны и запретить. Индийская таможня начала тормозить все без исключения грузовики с непальским чаем, более 90% экспорта которого приходится именно на Индию. Индийцы требуют от непальцев подтверждения того, что чай соответствует всем санитарным нормам. Но фактически индийские власти в очередной раз пытаются найти выход из сложной ситуации, связанной с тем, что непальский чай очень удобно продавать под видом индийского, но такая продажа, выгодная продавцам чая, расстраивает индийских производителей чая. Попытки все запретить и не пущать предпринимаются индийцами по отношению к непальскому чаю уже не в первый раз, и обычно запрет действует не очень долго. Посмотрим, чем все теперь закончится. Это была Разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok